Важную патриотическую роль в дни Отечественной войны 1812 года выполняли так называемые «летучие листы» или «листы политической сатиры», в них высмеивались захватнические планы Наполеона, стяжательство и трусость завоевателей, бесславное бегство его армии из России. В этих же листах прославляется самоотверженность русского народа, вступившего в единоборство с до то ли непобедимым врагом. Листы сатирической графики создавали известные художники, предназначенные для широких народных масс. Эти своеобразные произведения призывали к беспощадной борьбе с врагом. Листы политической сатиры исполнялись в технике гравюры, часто раскрашивались, акварелью, снабжались острым текстом или меткой народной пословицей. Объявления о выпуске отдельных сатирических листов в 1812 году публиковались в Санкт-Петербургских ведомостях, а с 1813 года и в Московских ведомостях. Особенно широкую известность не только в России, но и за ее пределами получили листы, выпускавшиеся известным русским скульптором Иваном Ивановичем Теребеневым. С вторжением наполеоновской армии в Россию Теребенев сменил резец скульптора на перо карикатуриста. Им было выполнено свыше 50 листов политической сатиры, которым он сам писал текст. Полные метких подробностей, они отличаются едким сарказмом, большим остроумием. Большую популярность в народе получила его карикатура французский «Вороний суп». Оригинален его же рисунок Наполеонова «Слава», где в центре, на груди костей, представлена аллегорическая фигура славы Наполеона с фанфарой. Под рисунком текст Теребенева попалась в просак. Русский солдат штыком снял с нее маску, казак на гайкою все венцы ее лавровые охлестал, а вавиломороз и громкую трубу ее заткнул снегом. Ряд карикатур Теребенев посвятил бегству Наполеона из России. Проезд высокого путешественника от Варшавы до Парижа, ретирада французской конницы, которая съела своих лошадей в России и другие. Свою лучшую, так называемую «Великую армию» Наполеон погубил в России. Оставив на произвол судьбы ее жалкие остатки, он направился в Париж для формирования новой армии. Едким сарказмом отличается нарисованная на эту тему карикатура Теребенева усердная и добровольная поставка рекрут от французского народа. Красноречива надпись «От двух департаментов три рекрута и две лошади». И дальше, они поддержат честь великой нации. Имя Теребенева пользовалось большой популярностью у современников. О листах политической сатиры Теребенева писал его друг, поэт Измайлов. Остроумные и единственные в своем роде произведения дойдут, без сомнения, до потомков наших. Другим крупным представителем патриотической графики, выразителем настроений народа был известный русский художник и общественный деятель Алексей Гаврилович Венецианов. В свое время он организовал выпуск журнала «Карикатур», где со всей силой своего таланта обрушился на пороки царских сановников. Когда началась Отечественная война, раскрылась новая грань дарования художника. Один из его листов посвящен героическим делам крестьян Сачевского уезда Смоленской губернии во главе с знаменитой Василисой Кожиной. На другом рисунке русский ратник возвращается домой с нанизанными на штык фигурками французских солдат. К рисунку дан шутливый текст. «Русский ратник, домой возвращаясь, для курьезу ребятишкам берюлик принес». Доблести крестьянина-ополченца посвящен рисунок «Русская пехота и французская конница», где крестьянин, расправляясь с хваленным французским кавалеристом, говорит, «Коль мало штыка, так вот те приклада». В ряде рисунков венецианов показал печальный финал похода наполеоновских вояк на Россию, обратный проход наполеоновской гвардии через Вильну, французские гвардейцы под конвоем бабушки Спиридоновны. Всего Венецианову принадлежит 24 сатирических листа 1812-1813 годов. После Теребеневой Венецианова наиболее известным автором листов политической сатиры был Иванов-живописец, иллюстратор, гравер. Этого талантливого художника связывала большая дружба с Теребеневым. Одна из работ Иванова рассказывает о бегстве Наполеона из России. Приведенный под рисунком текст, исходящий из уст русского крестьянина, объясняет ситуацию, в которой оказался Наполеон. По стойку, не в свои ты сани, брат, садишься. Всего Иванову принадлежат семь сатирических листов. Интересно отметить, что Иванов первым иллюстрировал патриотическую поэму Жуковского певец «Восстание русских воинов», написанную в разгар военных действий. В карикатуре гравера и литографа шифляра «Благоразумная ретирада» доставит мне спокойствие изображен удирающий в санях Наполеон. Всего за 1812-1815 годы различными художниками было исполнено до 240 листов политической сатиры. Наряду с Теребеневым, Венециановым, Ивановым, Шифляром в создании их принимали участие художники Афанасьев, Богучаров, Оленин, Туполев, Ухтомский и другие. Имеется много листов, авторство которых не установлено. Здесь особенно интересны листы «Сачевцы», русский Геркулес загнал французов в лес и давил как мух, дух неустрашимости русских, Вологодский ратник, Северный Амур, Зимние Наполеоновы квартиры и другие. Необходимо отметить, что в основу этих листов положены действительные события войны, описанные в журнале «Сын Отечества» за 1812-1813 годы. Творчество замечательных русских художников Теребенева и Венецианова вызвало особый интерес в Англии. Через 2-3 месяца на исполненные в России карикатуры в Англии появлялись реплики английских художников. Всего за 1813 год в Англии лишь художникам-крупшинкам были воспроизведены 9 русских карикатур. В музее Панораме «Бородинская битва» собрана около половины всех вышедших за 1812-1815 годы листов политической сатиры. В данной серии открыток воспроизводятся листы, представляющие большую историческую и художественную ценность. Субтитры создавал DimaTorzok